Самое пасхудное, перед тем, как мы уйдем на перерыв и вы начнете работать мозгами и языком, как только мы попадаем в опасность, как только нам кажется, что нас сейчас будут убивать, что-то нам угрожает, у нас происходит что? Выброс адреналина и прочей всякой херни, включая кортизол. Выброс адреналина в первую очередь запускает процесс тахикардии, то есть у нас пульс подскакивает выше 140 ударов в минуту. Чем выше пульс, тем хуже работает кора головного мозга. Попробуйте, сделайте высокоинтенсивный воркаут, пробегите 100 метровку максимально быстро и попытайтесь порешать задачки на логику. Пока не отдышитесь, не получится. Пока сердце колошматится, в висках стучит, мозги не работают. Работает обезьянка, а еще выше пульс, работает рептилия. Попробуйте думать и рассуждать. Там много побочных эффектов, там финальное зрение, там ухудшение слуха, потоотделение, бледность, сужение сосудов. Тремор в руках из-за того же мышечного корсета, тремор в ногах. Мы делали биологию стресса и будем делать еще раз, там доктор наук сюда приходила, цельная. И вот 5 часов об этом рассказывала. На клеточном уровне, там антиоксиданты, даже мы спортсмены поняли. Очень рекомендую, Наталья Наумова. Но нас сейчас интересует с точки зрения психологии, кора головного мозга. Все, что я вам сейчас говорю, обрабатывается корой головного мозга. Если я вам сейчас дам хороший воркаут, минут на 15, круговую, там с 5 станциями, то потом с вами, я наблюдал на тренировке, с ними пока они не отдышатся, говорить бессмысленно. Сколько они будут работать? Они говорят, разбились по парам, надели ракушки. Да, сейчас. И понимаешь, что он тебя не слышит. А в такой ситуации вы себя не слышите. У вас внутренний голос, ваш внутренний манлок останавливается. И вы начинаете из себя, как обезьянка. Вот это баскудно. Что с этим можно сделать? Адаптироваться. Мы привыкаем ко всему. Вот человек такая скотина, которая привыкает реально ко всему. У нас настолько запас адаптивности. Знаете, народность есть шерпы. Они живут в Тибете, в Гималаях. Они живут за высотой 8 тысяч метров. Там кислорода настолько мало, что нормальному человеку нужны маски, баллоны. Они там живут. Суки. У них капилляров больше, чем в разы. У них кровообращение другое. Они адаптировались к условиям жизни, в которых нормальный человек не выживает. Точно так же мы можем себя адаптировать к чему угодно, в том числе к стрессу, в том числе к конфликту. Сейчас такую вещь скажу страшную. Чем больше вы участвуете в конфликтах, тем легче вы их воспринимаете. Потому что если вы со всех сторон окружены нежностью и заботой, и ребеночка все любят, и по головке гладят, и он ни разу не дрался, то первая драка для него будет таким стрессом, что он никогда не дрался. Его оберегали, его нянечка забирала, нянечка приводила. И мама говорила, не дерись. И избегай конфликтов, и не скандаль, и матом не ругайся. И мои руки перед едой. А у него иммунитета нет. Потому что если он в песочнице хоть раз кому-то совочкам по голове не дал, он не понимает, как это. Для него это будет полный шок. Поэтому оберегать человека от стресса, это завидомо губить его. Замечательная история про человека, который пил только чистую воду. Вот он покупал очень чистую, там очищенную, кристально, со снегов Альп, растаявших воду, и пил только ее. А потом выпил стакан воды из-под крана и умер. Потому что иммунитета не было. Потому что надо подвергать свой организм, свою психику регулярно определенным нагрузкам. Человек, который три раза в неделю спаррингует, в перспективе подраться, относится довольно спокойно. Ну ок. Нормально. А человек, который никогда в жизни не дрался, попадая в такую ситуацию, испытывает огромный стресс. Наружу выскакивает обезьянка и начинает им управлять. Все эти триггеры и прочее, это все срабатывает на уровне обезьянки. Так что тренируйтесь, господа.